Книга заявок в рамках IPOS-ов Комбанка переподписана более чем в 10 раз. Об этом заявил телеканалу «Россия-24» первый зампредправления, совладелец организации Сергей Хатимский. Он отметил, что банк удовлетворен итогами размещения и составом инвесторов. Это «Экономика главная» в студии Татьяны Вершигара. Здравствуйте. Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России. При этом австрийский канцлер Карл Нихамер недолго покинул зал во время обсуждения ограничения. Об этом изданию «Политика» сообщила европейский источник на полях саммита в Брюсселе. При этом собеседники издания утверждают, что Нихамер вышел из помещения, чтобы обсудить вступление Румынии и Болгарии в шенгенскую зону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн. Ранее Рейтер сообщил, что Австрия отказывается согласовывать новые ограничения против Москвы, требуя от Украины исключить австрийскую банковскую группу «Райфайзенбанк Интернешнл» из украинского черного списка компаний, поддерживающих Россию. Туда ее включили еще в марте 2023-го за продолжение работы в стране. Местное подразделение «Райфайзен» заплатило в бюджет России почти в пять раз больше налогов, чем годом ранее. По оценкам Киева, сумма составила 559 миллионов евро. Российская дочка «Райфайзен» — один из немногих крупных банков, который не попал под санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. На кредитную организацию приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писал Financial Times. Отмечу, что страны ЕС согласились с новыми санкциями еще 13 декабря. В первую очередь они направлены против российских алмазов. Не согласна была только Австрия. Москва называет ограничения незаконными, неэффективными и требует их отменить. По мнению российских властей, ограничения вредят самим западным странам. Дочерняя компания «Росатома» «Техснапээкспорт» опровергла данные «Блумберг» о том, что может превентивно запретить поставки урана в США. Об этом говорится в пресс-релизе компании. В нем отмечается, что организация продолжит выполнять международные контракты, а эта сфера должна быть защищена от геополитической турбулентности. Ни сам «Тенекс», ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков. Мы всегда выполняли в полном объеме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь. Накануне «Блумберг» писал, что компания предупредила американских заказчиков, что может прекратить поставки топлива в ответ на ограничения со стороны США, принятые 11 декабря. «Техснапэкспорт» утверждает, что не рассылал подобных уведомлений в адрес зарубежных заказчиков. Все контрактные обязательства выполняют в полном объеме и продолжат это делать. Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса одобрила запрет на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, чтобы снизить зависимость от российского сырья. При этом Сенат вопрос еще не рассматривал. Российский уран используется в качестве топлива для американских атомных станций. В октябре Россия стала вторым после Британии поставщиком урана в США, закупив более 43 тонн. Япония подтвердила решение стран «Большой семерки» о запрете импорта российских алмазов с начала 2024 года. Также она ввела санкции против 35 россиян и 57 российских компаний. Среди них Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод и Казанский пороховой завод. Кроме России под новые ограничения Японии попали также компании из Белоруссии, ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. К запрету на импорт алмазов присоединилась и Великобритания. Также страна ограничит экспорт товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику, и импорт некоторых российских металлов, в том числе меди, алюминия и никеля. В заявлении МИДа Королевства сообщалось, что в дальнейшем планируется запретить вспомогательные услуги, связанные с металлами. «Большая семерка» согласовала отказ от российских алмазов еще в начале декабря. Запрет на импорт российских непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, вступит в силу с 1 января 2024, а к марту планируют ввести запрет на алмазы, обработанные в третьих странах. Стоимость обслуживания потреб кредитов в ноябре достигла почти 30% годовых, подсчитали в Скоринг-бюро. Такой же уровень был весной 2022, когда ключевая ставка Центробанка находилась на уровне 20%. Сейчас же ставка значительно ниже 15%, хотя и это уже заградительный уровень. Согласно статистике Скоринг-бюро, полная стоимость кредита в сегменте потреб кредитов начала резко расти в августе этого года, сразу после ужесточения ДКП регулятора. С тех пор показатель увеличился почти на 5% пункта. Напомню, что с июля по октябрь ключевая ставка выросла в два раза – с 7,5% до 15%. При этом отмечают, что рынок закладывает в кредитные ставки дальнейшее ужесточение ДКП. Кроме того, с августа ЦБ разрешил банкам временно не сдерживать полную стоимость кредитов. То есть, если раньше пороговые значения для банков устанавливал регулятор, то сейчас условия для банков более гибкие. Такую меру уже вводили в 2022 на несколько месяцев. Сейчас же она действует до конца этого года и продлена на первый квартал следующего. Франк РДжи отмечает, что рост процентных ставок на рынке и ужесточение регулирования уже несколько месяцев отражаются на выдачах кредитов. В сентябре объем предоставленных кредитов наличными снизился к августу на 20%, в октябре на 9%, но в ноябре выдачи подросли на 12%. При этом статистика Скоринг-бюро утверждает обратное, что в ноябре объем одобренных россиянам потреб кредитов падал на 16%. Эльвира Набиулина также указывала на то, что признаки замедления роста необеспеченного кредитования уже есть. Российские авиакомпании попросили власти расширить список стран для импорта запчастей. Об этом РБК рассказали источники. Речь идет об изменении постановления об особенностях разрешительных режимов в сфере авиации. Его приняли еще в мае прошлого года в ответ на санкции Запада против российской авиаотрасли. Тогда Москва автоматически разрешила устанавливать на воздушные суда импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в странах-разработчиках самолета. Список одобренных государств включили Иран, Египет, Узбекистан, ОАЭ, Великобританию и несколько других стран. Теперь же компании попросили расширить перечень и добавить туда Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан. Перевозчики утверждают, что эти государства необходимо добавить для расширения возможностей ремонта техники, в том числе и двигателей. Росавиация изменения согласовала, но с оговоркой ранее с авиавластями запрошенных стран она не взаимодействовала. Эксперты отмечают, что ни одно из перечисленных государств не включено в специальный черный список ЕС, значит уровень контроля безопасности полетов там достаточно высокий. Конечно, Пакистан или Эфиопия, да и Малайзия с Индонезией звучат несколько экзотично и настораживающе, но там большой парк самолетов. А в Гонконге, Сингапуре, Индонезии и Малайзии очень много ремонтных организаций. При этом аналитики отмечают, что переход к поставщикам из таких стран это плохой знак. Получается, что своих ремонтных мощностей пока не хватает, а расширение списка может означать и то, что некоторые поставщики не хотят работать с Россией. Другие страны задолжали России почти 29 миллиардов долларов. За 2022 долги выросли на 9%. Такие данные приводит Всемирный банк. Долг нарастили Бангладеш, Индия и Египет. А всего на конец 2022 года непогашенную задолженность перед Россией имело 37 государств. Крупнейшими должниками стали Белоруссия, Бангладеш, Индия, Египет и Вьетнам. Суммарно эти пять стран должны России 21 миллиард долларов. При этом замечу, что Всемирный банк учитывает задолженность любых резидентов этих государств перед резидентами России и подлежащую погашению в любой валюте, товарах или услугах. Большая доля общего долга 28 миллиардов на конец прошлого года подлежала уплате через год и более, то есть начиная с 2024. При этом почти такая же сумма представляет собой государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительства России и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств. Частным же кредиторам, по оценке Всемирного банка, заемщики должны чуть больше 4 миллиардов долларов. К этой минуте у меня все. А я напоминаю, что у нас есть YouTube-канал РБК Инвестиции. Там вы найдете выпуски «Экономики главное» и не только. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Мы все читаем. Оставайтесь в курсе событий вместе с РБК. Продолжение следует...